Очень интересная штука наша жизнь. Если желтые жилеты протестуют против налогов, то россияне против чего протестуют? Против воровства и коррупции. Понятно, что это не Магнитогорск. Хотя то, что у нас творится с коррупцией, это кошмар. Я не против коррумпированности, иначе государства не смогут существовать. Но хватит так то! Нам что, не нужен наш город? Понятно, выбросили ларьки. Понятно, что город женщин-пенсионеров ибо я не знаю, сколько мужиков доживут до 65. Но типа, господа, вы народа, типа, волицы, хватит так то! Видите, какая ситуация? Магнитогорску всего 90. Воровать нечего. У нас просто идиотская коррупция. Почему не отдать под рестораны, под сервисы, под продажу и не за дорого места в городе? Нет, господа, в городе втираются по безумным ценам. А такие безумные цены для наших весьма интересных депутатов. Об как! То бишь, зайдя в депутаты, можно, во-первых, навести там порядок и разобраться с коррупцией. Вопрос, какая партия? Да наша любимая КПРФ. К слову, вы не знаете, что творят депутаты в Кизильском районе? От той же непонятной России. И вот вам то, что творится там. Во-первых, депутаты района что делают? А, извините, берем устав. А в уставах поселения нет вообще ни одного упоминания о том, что есть от этого поселения какой-то депутат в районе, в райсовете. Нет этого, к сожалению. В итоге, на кого идет вся ответственность? На местных депутатов. Сейчас 8 уголовных дел в Баранском сельском поселении. Просто-напросто я поставил вопрос главе поселения, главе района Селезневу, почему я должен вести материальную ответственность, когда мне, во-первых, не позволяет контролировать, как тратится бюджет, то есть даже по телефону не информирует, что мы сегодня вынуждены деньги эти брать и затыкать там-то-там-то дыры, ремонтировать электроэнергию, хотя это даже не ответственность поселения, чистить дорогу, копать яму и так далее и тому подобное. А просто-напросто ставят перед фактом. Вот ты отвечаешь и все. Причем вот эти проекты устава были согласованы бывшим губернатором, об этих нарушениях было вредено того, кого господин Путин поставил, господин Текслера. Реакции абсолютно никакой. При этом, при этом, что происходит? Вы, наверное, слышали, был большой скандал. Нарушение законодательства, нарушение всех и всяческих норм и правил. Глава Федерского района в 17-м году у предпринимателя слил воду и убил всю законно зарыбленную, так сказать, рыбу в этом пруду. После этого были обращения в суд и в Генпрокуратуру. В итоге дело закрывают банк и сечение срока. И данные люди также остаются у власти. Пытался работать с райсоветом Кизильского района. Без толку, абсолютно. Три человека, которые более не дееспособны, чем занимаются, делят власть. Крупные фермы. Остальные говорят очень просто. А у нас бардак всегда был и будет, и будет это продолжаться. А периодически приезжают проверки с Челябинской. Сейчас в данный момент, допустим, глава богдановского поселения не знает, как ему и чем объясняться, потому что элементарно, бухгалтерия не ведется, поскольку глава района всем устно сказал, бухгалтерам собрал, что все будет нормально. Вот как я скажу, так и будет. А отчетной документации, даже сметной по каким-то ремонтным работам, ее нет. Просто нет. Поэтому брать на себя я такую ответственность не готов. Я готов был продолжать быть депутатом на одном большом условии. Меняем все полностью уставы, Кизильского района в том числе, согласуем это с Челябинском. Что я требовал? Во-первых, прописать четко обязанности каждого депутата. Что там было прописано? Работа с населением и контроль исполнения бюджета. При этом от общественной палаты Кизильского района, от председателя господина Авзалова, который постоянно в нетрезвом состоянии появляется и Челябинский, и Кизиль, и устраивает там непонятно что, запугивает частных предпринимателей, мне бы поступали угрозы с регулярностью, что я действую не по усталу. В итоге мне удалось с ним встретиться, я положил перед ним устав Багдановского сельского поселения и сказал, читайте, пожалуйста, где, что я нарушаю. Ничего, ни разбивки депутатов на районы этого поселения, ничего, абсолютно в Кизильском районе нет. Кроме того, районные депутаты, они вообще подвешены в воздухе, у них обязанностей, полномочий никаких нет. Рассмотреть прям бюджет, все, больше ничего. То есть я наступал и готов оставаться был депутатом на одном простом условии. Прописываем функцию также районного депутата. Как он, каким образом представлены обращения, в том числе местных депутатов поселений в районе, каким образом он и в какой срок должен также предоставить ответы и так далее. Но по всем инстанциям отказ. Да, кошмар. Итак, развалили село. Да сколько можно? Куда все едут? В Магнитогорск? Куда еще? Но здесь, по сути, смерть. То есть вопрос экологии никто не отменял. Вопрос, чем нас кормят? Тоже вопрос пенсии. Поверьте, для проживания на селе нужен грамотный доктор. Да и по сути все. Вам, конечно, не дадут кредиты, но дав возможность жить без коррупции, можно тот же город и кормить без нашей коррупции. Есть же телевидение, в конце концов. Рыба, мясо, нормальная птица. Вы прокормите город. Потому что так и было. И так, вернувшись и победив городскую коррупцию, победив сельских говнюков, забыстро можно вернуть счастье, которого в городе нет. И вот вам новый губернатор. Это Константин Олегович Нациевский, который уже до этого выдвигался, занял второе место и сейчас. В общем-то, на Челябинскую область было уделено большое внимание. И это не случайно. Приехал с Центрального комитета 7 или 8 человек. Вот Рустам Фаимович сказал, с Центрального комитета. Действительно, Челябинская область остается всегда в зале почему-то. В других областях борьба идет, занимает должности губернаторов. У нас всегда нет этого. У нас нет ни в городском собрании ни одного. Это наша вина. Плохо, что нет ни одного депутата в Магнитогорском городском собрании от КПРФ. Нет у нас ни мэра коммуниста, как, допустим, в Новосибирске или в Иркутской области. Губернатор там Левченко. Мы отстаем, поэтому вынуждены были все силы направить на Челябинскую область. Да, конечно, город спецпереселенцев еще и раскрутить надо, но боммунист Петр Иванович Сумин. А вы не знали? Вообще-то он оттуда. И вернув Губера, вернув Веру, это делается быстро. Выборы-то рядом. Что должен сделать? Занести долбанную коробцию, вернуть Веру. А Вера делается проще. Есть же Платон. Из него все дороги строятся, убрав налог на транспорт, дав возможность развиваться малому бизнесу, дав возможность строить сельским жителям торговые центры с мизерной арендой. И вот мы будем кушать качество, а не говно. Ездить на нормальных машинах, вернуть цены в 100% в рестораны, а не 400-500. Насладить города и села удовольствием и жить. Но выбор, естественно, за вами. Мы не говорим вам о той сущности бытия, за которую вы голосовали. То есть, ребятки, давайте все-таки вспомним. За что вы голосовали? Вы голосовали за интересную партию. Но что-то как-то не получилось, да, Вить? Да, Вить, не получилось? А теперь у вас есть возможность выбрать другую партию. Грамотную, качественную. За которую мы все голосовали всю жизнь. И не надо нам этих тараканов и косяков. Зачем? Разогнав все, сделав грамотный вариант, а это и делает КПРФ. Можно получить лучшее удовольствие. Так за кого вы будете голосовать? Выбор, естественно, за вами. Но мы вам говорим, что КПРФ – это то, что доктор прописал.